Сильное влияние на изменение климата оказывает содержание метана в воздухе от общего вклада в глобальное потепление. На него приходится 25% концентрации метана в атмосфере в 2,5 раза превышает уровень доиндустриальных времен, заявили в Организации Объединенных Наций. Также на глобальное потепление влияют и углекислый газ, и фторированные вещества. Как может измениться климат, расскажет наша коллега Райхан Серикова. Объем мировых выбросов метана достиг максимума за всю историю. Его концентрация в воздухе превышает на 150% показатель 18 века, период до начала промышленной деятельности и интенсивного сельского хозяйства. Такие данные приводят ученые Стэнфордского университета. По их словам, темпы выбросов метана продолжают расти по самой экстремальной траектории последние пять лет. Если тенденция сохранится, это может привести к глобальному потеплению на 3 градуса Цельсия к концу столетия. Две трети ежегодных выбросов метана в настоящее время являются результатом деятельности человека. Его концентрация в атмосфере не просто увеличивается, а растет стремительными темпами. Эта тенденция не может продолжаться, если мы хотим сохранить климат, пригодный для жизни. По данным ученых, за последние 20 лет в атмосфере Земли скопилось 670 миллионов тонн метана. 65% от этого количества вызвано деятельностью человека. Выбросы формируются в результате добычи угля, нефти и газа, разведения скота. Причем большая их часть приходится на Китай, Индию, США, Бразилию и Россию. Остальные 35% выбросов образуются в результате извержения вулканов, лесных пожаров, а также разложения органических веществ в болотах. Молекулы метана разрушаются от 10 до 20 лет. Источником выбросов метана может быть, к примеру, этот засушливый лес или же любая болотистая местность. Там, в глубоких слоях почвы, анаэробные условия, нет кислорода, зато есть множество бактерий. Метан – мощный парняковый газ. Он в 90 раз сильнее углекислого газа, нагревает атмосферу. Именно поэтому его считают одной из главных причин изменения климата. Больше 150 стран, включая Казахстан, намерены сократить выбросы газа на 30% к 2030. Подтверждение тому – Парижское соглашение, глобальный пакт по сокращению выбросов метана. Помимо этого, в нашей стране приняли стратегию по углеродной нейтральности и новый экологический кодекс. Рейхан Серикова, 24 КИЗ.